Мать замучила упреками и руганью. Что делать? Во-первых, подумать, а не замучила ли ты мать чем-нибудь тем, что вызвал ее на упреки и на ругань? Это первое. Знаете, когда маленькие дети приходят на исповедь, и видно, что ребенок пришел первый раз, грамотный священник задает ему такой вопрос. За что ты хочешь попросить у Бога прощения? И если этот вопрос не формирует внутри человека цепь событий, которые вызывают в нем чувство вину, грамотный священник задает другой вопрос. За что тебя дома мама ругала? И тогда ребенок, обиженный мамой, начинает вспоминать. Да, вот вчера мама меня ругала за то, что я там... И вот начинает, когда рассказывать священнику, жаловаться на то, что его мама ругала, священник, кажется, спрашивает, ну ты понимаешь, что это неправильно? Да, это неправильно. И вот тогда у человека начинает внутри появляться институт вины. Так вот, иногда мама ругает по делу, кстати. А наши маленькие дети, особенно если их много в семье, они начинают сопротивляться этому процессу. Но я всегда привожу пример, замечательная книга есть, такая книга Иисуса Насираха. Вот если бы ее читали, разрешали читать, знаете, у нас разрешают читать книгу Иисуса Насираха в тюрьмах, мне не разрешают читать в школах. А было бы лучше бы наоборот, потому что если бы читали в школе, может быть, не пришлось бы читать в тюрьме второй раз. Вот, есть такая, буквально позволю себе кратенько на третьей главе остановиться. Дети, говорит писатель, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись, ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд материнец, сыновьями. «Почитающий отца очистится от грехов и уважающий мать свою, как приобретающий сокровища. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих». Знаете, «почитающий будет иметь...» Если кто-то не хочет иметь радость от детей своих, пожалуйста, не почитайте своих родителей. Но только вам здесь в черном по белому написано. «Не будете почитать отца и мать, не будете иметь радости от детей своих, потому что подобное рождает подобное. И никогда от помидора не родятся огурцы. И если вы не будете слушаться и почитать своих родителей, и ваши дети наследуют то же самое». Хотите? Пожалуйста, вперед. «Уважающий отца будет долгоденствовать». Ох, еще одно слово. «Долго жить будет человек. Если кто-то давно не был на кладбище, сходите, посмотрите, сколько там долгожителей лежит. Вы посчитайте. Мне ради интереса, у нас есть небольшое кладбище, а ему всего 10 лет. Я не поленился, прошел по кладбищу, посчитал все, кто там лежит, разделил на мужчин и женщин, сложил, выучил среднеарифметическую, и получилось 53,5 года. Это мужчины, 57,8 – это женщины. И все такие молодые, вперед смотрящие, перспективные, но мертвые. Не верите? Сходите на любое молодое кладбище, посчитайте. Я не думаю, что сильно будет статистика разниться. Почему на Кавказе долго люди живут? Потому что почитают отцов своих. И потому что слово «отца» для любого кавказца – это закон. Раньше и на Руси такое было. Раньше и на Руси. Ну, вспомните Гоголя, пожалуйста, Тарасу Бульбу. Что там, сын сопротивлялся? Вспомните любой произведение. Вы вспомните, как старые фильмы наши, когда там старый дедушка таскал за чупры своего отпрыска. «Папа только не до смерти». И так у нас было, когда к отцам относились богобоязненно. И тогда жили долго. Тогда были у нас долгожители. Но сейчас у нас долгоденствие, оно наше недолгоденствие обусловлено тем, что стариков не слушаются молодые. Поехали дальше. Книга Иисуса Сираха, глава третья. «Бояющийся Господа почтит отца, и как владыком послужит родившим его». О, оказывается, не родители должны служить детям, а дети родителям. Почему? Вы вспомните, у младшего казака, младшего сына в семье, всегда было в левом ухе кольцо. Почему? Потому что у младшего сына доживали старики. И младшему сыну помогала вся родня, все сыновья, все дочеря. А младший сын, его даже в бой, в первую линию не вставляли, потому что знали, кольцо у ухи, надо его защищать, надо у него родители. Он будет ухаживать за родителями. Ведь за родителями должны ухаживать дети, и тогда пенсионная реформа нам не нужна. Нам не нужно 60 лет грабить человека, чтобы потом дождаться его кончины, и потом эти все деньги неизвестно куда пустить. Не было никакой пенсионной схемы в русских сенях. Было одно. Была большая семья, которая знала, что вот она большая, но она должна служить родителям. Дети служат родителям, а не родителям детям. Делом почитай, делом словом почитай отца твоего и мать, что пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение отца утверждает домы, а клятву матери разрушают до основания. Что мне, говорит, делать батюшка? Меня мама прокляла. Что делать? Бери лопату, иди на горочку, копай яму, закапывайся и ложись. Жди, когда помрешь. Почему? А потому что проклятый матерью человек, это человек, который все вокруг себя будет отмечать печатью проклятия. Это и общественные отношения, это и дети, это и сам организм, который будет потихонечку умирать. Потому что проклятие матери это страшная вещь. Не надо доводить матерей до того, чтобы они вас проклинали. Что делать, батюшка? А что? На коленочке и за матушкой ползать, пока не простит. Простит? Свободно ты от клятвы матери. Не простит? Ну что ж поделать? Будешь проклят человеком. Причем не просто человеком, а матерью. Сын, прими отца твоего в старости его, не огорчая в жизни его, даже если он оскудел разумом. Имей снисхождение и не пренебрегай им в полноте жизни твоей. Ибо милосердие к отцу не забыто, и несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. Вот как. Благосостояние твое умножится не потому, что ты будешь работать на восьми работах с утра до ночи, как папа Карла. И в конце концов благосостояние твое. Нет, написано у сираха, что ты почитай, прими отца твоего в старости. И даже если у него с головой будут какие-то проблемы, что он не зайдет до того, что будет тебя упрекать или ругать, или бухтеть на тебя, ты сам на себя посмотри, каким ты старостью станешь. И вот это все даст возможность твоему благосостоянию вокруг тебя расти, увеличиваться, так у сираха написано. Потерпи немножечко маму свою, потерпи немножечко папу свою, потому что неизвестно, каким ты станешь. Милосердие к отцу не забыто, несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей воспоминется о тебе, и как лед от теплоты разрешатся грехи твои, оставляющий отца то же, что богохульник, и проклят от Господа, раздражающий мать свою. Проклят от Господа, раздражающий мать свою. Возвращаемся к вопросу. Мать замучила упреками и руганье. Что делать? У сираха спросить. Почитайте у сираха, что делать. Если вы раздражили маму свою до того, что она бедная, из-за вас теряет, простите меня, последний йод в своей иммунной системе и раздражается, гневается, значит, может быть, подумать о своем поведении. И как-то более снисходительно относиться к старому человеку, у которого и нервная система уже подорвана, и количество обязанностей раз в сто больше, чем у вас. Все-таки, может быть, найти возможность помочь этому человеку, потерпеть его, как сказал Сирах, постараться сделать так, чтобы твои будущие дети посмотрели, как ты относишься к своим родителям. И попытались делать то же самое. Помоги всем, Господи. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.